О жизни и работе выдающихся соотечественников, государственных деятелей, меценатов, ученых, изобретателей, педагогов, художников, писателей и актеров рассказали студенты Саровского физико-технического института на ежегодной Всероссийской конференции по истории России, ядерные университеты, духовное наследие Сарова. Среди них Державин, Берин, Крубакин, Мосин, Горький, Есенин, братья Третьяковы. Мы рассказывали о Михаиле Петровиче Погодине. Это русский историк, публицист и литератор. Мальчик, который был крепостным крестьянином, а стал тайным советником в Российской империи. Процесс у нас занял два месяца. Данный доклад мы готовили очень серьезно. Оксана Валерьевна нам очень помогла в этом. Я верила в свою команду, разделила всем обязанности. Они все выполняли вообще идеально. Конференция собрала 250 студентов и преподавателей со всей страны. Студенты Оренбургской и Нижегородской семинарий рассказали об истории своих епархий. Студенты московской площадки МИФИ подробно рассмотрели историю отечественной физической науки, историю атомных проектов разных стран. На сегодняшней конференции, заключительном дне, моя группа представляла доклад о Михаиле Ильиче Кошкине. Это советский конструктор танков. Всем известен один из его танков Т-34. Хотя он создавал множество других моделей. Наша группа была полностью подготовлена к сегодняшней конференции. Мы рассказали множество интересных исторических фактов. Два дня прошли в формате онлайн. Другие два дня – очно в аудиториях Саровского физтеха. Конференция собрала педагогов и студентов из 10 российских вузов. Среди них НИЯУМИФИ, Оренбургский государственный институт искусств имени Ростроповичей, Самарский государственный технический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МГУ имени Ломоносова. Жюри высоко оценило доклады. В жюри у нас представители разных вузов Московского университета, СРФТИ, МИФИ. И они все высоко, очень даже, я бы сказала, высоко оценили работы ребят. В конференции принимают участие первокурсники и студенты третьего и четвертого курса. И вот вчера наше жюри такое на онлайн формате отметило, что работы очень сильные. Даже работы первокурсников не уступают работам четверокурсников. Всего на конференцию представили 52 доклада, из них 31 из СРФТИ. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.